Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я хочу самущество, но боюсь, потому что не уверена, что смогу сохранить брак. В 24 года я совсем не самостоятельная, не умелая, хоть и стараюсь в моей родовой травме руки, словно не из того места. Прецеденты есть, но я плохая жена, дуду, как не бояться вступить в брак, я серьезные отношения по этой причине потеряла. Ну что ж, давайте мы с вами разберемся здесь более детально, потому что тут важно детализировать. А, я хочу самущество, пишите вы. Вот, на что хочется обратить ваше внимание. Ну, во-первых. А, значит, вы говорите о том, что хотите замужество. Когда человек говорит, что хочет именно замужество, вот, всегда встает такой вопрос. А, видит ли человек, вот видите ли вы, за замужество, ну, потенциал, за потенциалом замужества, видите ли вы, вот, что называется, ну, живого человека. Видите ли вы, реального человека. То есть, видите ли вы партнера, с которым вы, условно говоря, ну, будете в отношениях. Вот, потому что очень часто возникает такая ситуация. Я бы сказал, ситуация довольно, ну, довольно неприятная. Когда люди хотят, вот, значит, хотят замужества, например, вот. Но при этом самого человека, вот самого человека при этом не видят. Вот, пытаются подобрать себе мужа, вот. Или пытаются найти себе жену, вот. Но при этом не видят реального человека, не видят личность. Понимаете, понимаете. Вот, какая история. Вот, если вы, условно говоря, совершаете, вот, ту же самую ошибку, то есть, если вы пытаетесь просто найти мужа, то ваши отношения, действительно, будут под большим вопросом. И они будут под большим вопросом. Совсем не из-за того, что вот вы называете, да. А они будут под большим вопросом, именно из-за того, что вы не видите личность. Соответственно, при каких обстоятельствах человеку сложно видеть личность в другом. Когда он не видит свою личность. и вероятно, что вы не видите себя как личность. Вот. Вы видите себя как жену. Вы пытаетесь реализоваться посредством осуществления вот этой роли жены. Вот. Но таким образом нам отношения не построить, на мой взгляд, хе-хе. Хорошие отношения. себя строить. Почему? Потому что вы будете притягивать к себе соответственно только таких мужчин, которые видят в вас жену. и никого больше. Вот. Вам нужно научиться видеть личность в самой себе. субъекта ценностей своих. Субъекта своих интересов. Субъекта своих выборов. из субъекта своего внутреннего мира. Субъекта своей мотивации. Вот. Вот это все вам необходимо сделать для того, чтобы устраивать полноценные отношения. А не отношения, где единственное, что человека определяет это вот мужчин и жена. То есть, по сути, социальная роль. Есть таким образом причины, по которым вы сводите свою ценность только к социальной руль. Вот. Дальше. Вам необходимо прямо сейчас в психотерапевтических целях сформировать мотивацию и желание за мужество. Почему вам хочется именно за мужество. У меня есть еще такое подозрение если хотите. Что вы же только замужество хотите. Для вас это чуть ли не знаете чуть ли не основное такое желание. Вот. И естественно появляется вопрос с чем связано то, что это единственное что вас интересует. Дальше. Вы пишите я боюсь. Естественно вы боитесь. Не может быть тут по-другому. абсолютно нормально то что вы боитесь. Почему это абсолютно абсолютно нормально? Потому что когда человек чего-то сильно хочет чего-то сильно хочет. Потому что придается этому большое значение придается большое значение. И человек боится. Потому что сводит всю свою ценность к тому чтобы реализовать это желание. Это называется сверхзначимость. Сверхзначимость. Сверхмотивация. Сверхмотивация. Вот когда мы имеем дело со сверхмотивацией мы всегда боимся. Вот потому что всю ценность свою мы будем чему-то одному. Это не является корректным. это не является правильным. И конструктивным для человека. Не является полезным для него. Понимаете? Это очень к сожалению вот такая деструктивная модель поведения. Она бывает оправдана. например когда речь идет о вопросах жизни и смерти. принятии очень важных решений в ограниченных временных рамках. Вот. Но чаще всего в бытовой жизни. Вот. Именно вот в бытовой жизни. Я бы не сказал бы что это очень полезная история. Вот. Поэтому ваша задача чтобы не бояться. это первое это рассредоточить ценность то есть ну распилить ее раздробить ее. А второе нужно понимать что если вы боитесь что у вас брак не получится значит вы думаете о том что он не получится раз вы думаете о том что он не получится значит в какой-то степени вы хотите чтобы у вас что-то не получилось если человек боится брака значит он в глубине души имеет имеет блок на это то есть имеет сопротивление имеет сопротивление к тому чтобы в брак вступить вот потому что ну потому что видит в этом угроз угрозу и угрозу чаще всего ну вполне обоснованно то есть например вот как как вы думаете да вот с таким отношением да к браку а как вы будете ну вообще себя вести в отношениях да то есть ну в лучшем случае в лучшем случае вы будете стараться угодить своему мужу вот максимально то есть ну обесцеливать себя а в лучшем в лучшем случае вы в общем то в общем то начнете своего мужа контролировать вот вы начнете ревноваться вы начнете бояться что нам изменят потому что это потому что все вот такие вот которые могут так или иначе проявляться в различные периоды семейной жизни да супружеской жизни наверное правильно было бы сказать вот лавес будет иметь ну чуть ли не фатальное такое значение потому что лавес это будет означать вообще вот ну типа ну крах возможно всего вот и естественно вот все это опять же а ни к чему ни к чему хорошему да это привести вас никак не может вот поэтому очень очень важно чтобы вы рассредоточили свое внимание чтобы вы перестали так сильно на этом фиксироваться вот чтобы вы начали все таки больше обновать значения да еще себе себе ну себе самой да вне возможного замужества и так далее вот вы говорите о том что вы боитесь не сохранить брак то что для вас это означает возможность того что вы не сохраните брак для вас для вас это означает вот тоже очень такой важный важный момент пожалуй как будто бы все что вас волнует да в отношениях в отношениях с человеком это то заграничивый брак или нет вот как будто бы это единственное что вас вообще волнует ну если это так то опять же повторюсь в отношениях ваших 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 вот ну вот таким образом будут довольно таки как бы это сказать довольно таки они будут бедные бедные будут отношения вот потому что очень мало будет возможностей для вас и для супруга вашего как это будет ну реализоваться очень мало будет для этого очень мало невозможности вот понимаете да какая штука вот то есть ничего как бы хорошего ну не получится в данном в данном случае вот к сожалению вот понимаете да какая какая штука вот здесь дальше вы пишите что 24 года совсем не самостоятельные неумелые хоть стараясь с моей травмы руки но здесь возникает вопрос что вы имеете в виду самостоятельные и умелые и вы думаете что на этом столько выстраиваются отношения вот ну я должен вас разрешать потому что самостоятельность и умелость это не определяющие факторы значит для супруг ну супруг вот не определяющие они хорошие полезные они не лишние конечно вот это правда это правда они не лишние но не определяющие совершенно понимаете понимаете то что вы придаёте этому такое значение сейчас опять же говорит о том что довольно мало у вас точек пересечения точек пересечения точек пересечения с супругом ваш вот понимаете да проблема какая какая вот ну в чём проблема здесь вот и соответственно вот в этом ключе я думаю вам нужно в целом работать расширение взаимодействия с вами и потенциальным супругом рубовая травма руки это комплекс вы сами на нём фиксируетесь фокусируетесь на нём фокусируетесь на нём и уделяете этому больше внимания опять же почему опять просто потому что больше ничего нет если у вас и это единственная цель это быть женой вот то вот ну да вам будет мешать всё а вы не задумывались о том случайно ли вот случайно ли что имея родовую травму вы хотите быть вы хотите замужество вот не задавались любые вопросы случайно ли это нет это не случайно мое гипотеза заключается в том что таким образом таким образом через замужество вы пытаетесь доказать себе и кому-то еще ну в основном кому-то потому что себе доказывать ничего не надо что выполняться вот вы пытаетесь доказать кому-то что выполняться и используйте для этого используйте что да может ну только а к сожалению а может может быть и к счастью это так не не работает не работает вам не получится доказать что-либо оно через ну через какое-либо ну достижение вот понимается понимается да поэтому я хочу чтобы вы немножечко на других вещах а значит ну сосредоточили вот как-то 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 а насчет дальше идем как не бояться вступить в брак я серьезные отношения по этой причине потерял ну хотелось бы уточнить конечно что это за серьезные отношения такие которые вы которые вы потеряли есть сомнения в том что это серьезные отношения были у вас потому что нельзя назвать серьезные отношения где один из партнеров стремится только вот к определенному статусу отношений являющимся при этом чисто ээээ социальной конструкцией вот если глядя на мужчину и сразу оценивать его хороший имуще или хороший вы будете чужина для него вот такие отношения нельзя назвать серьезными как нельзя назвать серьезными отношения где люди ну вот находятся находятся в браке эээ ну эээ формально вот формально эти люди эти люди в браке вот формально но ээээ фактически 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 их отношения вот они ну совсем не серьезные вот вот почему автоматически взаимодействуют только этим вот вот так что так что на мой взгляд на мой взгляд а то что вы ээээ эээ ну боитесь вступать в брак вот а вполне естественно эээ ну с учетом вот эээ ну с учетом ээээ эээ ээээ с учетом ээээ ээээ эээээ тягущих реалий и с учетом того, как вы относитесь к себе и, к сожалению, к партнеру своему, к гипотетическому. Собственно, на мой взгляд, именно по этой причине того, что вы центрируетесь только на этом, а из вашего сообщения вытекает то, что вы на этом центрируетесь и послужило, скорее всего, причиной, по которой вы потеряли отношения. Конечно, для вас это могло быть травмой психологической. Не сомневаюсь в этом, не сомневаюсь в том, что для вас это могло быть травмой. А если это так, то вот с этим нужно работать, помочь вам травму прожить. Это более, чем, более, чем реально. Это более, чем, чем, возможно, но это требует, ну, индивидуальной работы. Это требует, ну, психотерапии. Вот. Я бы так сказал вам. Вот. Какая-то такая история. Надеюсь, что вам это было интересно, полезно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи! До встречи! До встречи! До встречи! До встречи!